Анна Тотт. Самые яркие звёзды. Издательство Эксмо. Москва. 2019 год. Книгу читает Инга Брик. Данное повествование не является документальным. Имена, люди, места и события — либо плод вымысла, либо используется автором произвольно. И любое сходство имён как живых, так и умерших людей, название организации мест, событий — результат случайного совпадения. Гога де Сент Винсенту. Надеюсь, в этой книге ты увидишь страсть и будешь и дальше мною гордиться. Я страшно по тебе скучаю. Постараюсь пить побольше красного вина. За тебя. Покойся в мире. Глава первая. Карина. 2019 год. Всякий раз, как открывается со скрипом старая деревянная дверь, в кофейню влетает ветер. Для сентября необычайно холодно. Наверное, Вселенная решила наказать меня за то, что я согласилась встретиться с ним именно сегодня. О чём я только думала. Я едва успела замазать круги под глазами. Одежда, которая на мне. Когда её в последний раз стирали? Опять же, о чём я вообще думала? Сейчас-то я думаю о том, как болит голова, а не знаю, есть ли в сумке таблетки. А ещё о том, что удачно села у дверей. Если понадобится, смогу быстро выскочить. Кофейня — скромное местечко, романтика. Отсутствует напрочь. Тоже правильно выбрала. Я была здесь лишь несколько раз, но это моя любимая кофейня в Атланте. Зал маленький, всего 10 мест, поэтому долго засиживаться нежелательно. Есть тут пара вещей, которые стоило бы сфотографировать и куда-нибудь выложить. Панно из живых суккулентов, красивая чёрно-белая плитка на стене бара, однако в целом интерьер строгий, серого бетонного цвета. Шумят блендеры, перерабатывают фрукты или из чего там сейчас делают сок. Единственная скрипучая дверь. Через неё и входят, и выходят. Я поглядываю на телефон и вытираю ладони о своё чёрное платье. Обнимет ли он меня? Или захочет ли пожать руку? Нет, такой официальный жест трудно представить, проклятие. Я тут себя накручиваю, а его даже нет ещё. Четвёртый раз за сегодня у меня в груди поднимается страх, и я вдруг понимаю, что всякий раз, думая о нашей встрече, представляю его таким, каким увидела впервые. А ведь неизвестно, какая его версия явится. Мы не встречались с прошлой зимы, и я понятия не имею, кем он стал. Да и вообще, знала ли я его? Наверное, я знала лишь одну версию. Яркую пустую оболочку. Я могла бы с ним не встречаться, но перспектива больше никогда его не увидеть хуже, чем сидеть сейчас здесь. И вот я грею руки о чашку с кофе, дожидаясь, когда он откроет скрипучую дверь. И это после того, как я клялась ему и себе, и всякому, кто вообще меня слушал в последние месяцы, что никогда в жизни. До назначенного времени еще минут пять. Если он похож на того прежнего, то опоздает и прошествует ко мне с хмурым видом. Дверь распахивается, но входит женщина. Маленькая голова, короткие светлые волосенки торчком, у красной щеки мобильник. Да мне пофигу, Гоуи. Сделай, и все. Рявкает она и, выругавшись, убирает телефон. Ненавижу Атланту. Народ здесь вечно на нервах, вечно в спешке. Раньше так не было. А может и было. Все меняется. Раньше мне здесь нравилось, особенно в центре города. Еда в ресторанах выше всяких похвал. И для гурмана, живущего в маленьком городке, одной этой причины достаточно, чтобы сюда переехать. В Атланте есть чем заняться. И все здесь закрывается гораздо позже, чем в окрестностях Форт Беннинга. Форт Беннинг. Военная база США на территории штатов Джорджия и Алабама. А больше всего меня радует отсутствие постоянных напоминаний о военной службе. Никто не ходит в камуфляже. Народ в кино, на заправках, в закусочных, в нормальной одежде. Говорят тут не аббревиатурами, а человеческими словами. И прически всякие разные. Приятно посмотреть. Я любила Атланту. А он все испортил. Мы вместе испортили. Мы. Лишь до этой степени я готова признать долю своей вины в том, что все порушилось. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok